Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет. Не забудьте подписаться, если вы ещё до сих пор не подписались, на колокольчик нажать, чтобы вам уведомления приходили, ну и ставить лайки моим видео и делиться ими. Продолжаю проходить релизную версию Humankind. Вот я на этом окне хотел показать, что прикольно, что ваш аватар меняется с прохождением. То есть сейчас вот у меня прохождение, одет в той эпохе, в которой ты находишься, ну и самого аватара вы можете менять, в общем-то. Потом покажу, как это происходит, потом, после 16 августа. Ну что ж, мы в индустриальной эпохе, мы немцы, и давайте быстрее, собственно, лететь в современность, чтобы посмотреть, что там. Кстати, я получил ачивку за то, что моя культура действует, типа, моя культура, все столицы на континенте, как я понял, обратились. Я только чёрного интересует, где у него тут столица. Ну вот, Хараппа, неужели и она тоже обратилась? Да, и она обратилась. То есть в моей культуре абсолютно все... А, так и на этом континенте. Вообще все столицы, все столицы других цивилизаций обратились в мою культуру. В религии так вообще уже давно, тут буквально два места, что ли, осталось, где не молятся лишаизму. Раз, два. Нет, вот ещё одна территория. И вот ещё, да, ну... Не знаю, это, к сожалению, конечно, никак не влияет на победу, но это влияет на мои претензии, я так понимаю. Новый кризис не могу. Вот, видимо, черта, после которой я смогу нормальную войну объявить. Ладно. Так, ставим. А, город я уже поставил. Кстати, я могу и дальше ходить. Ну, давайте поплывём, наверное, вот сюда. Дальше за... Тут 14 ходов он будет аванпост создавать. Потом, чуть позже, в город это превратим. Ну и в городах надо в моих во всех ставить уникальные районы. Немецкие для того, чтобы 70 производства. Ну, кстати, 70 этого не так много, посреди всем, что Барай там 50 давал в той эпохе. По-моему, 70 не выглядит так уж много. Так, где мне тут ещё игра предлагает... Вот здесь 72. 77. 69, 69. Давайте вот сюда тут как раз... Снега. Так, в Ашуре мы все фабрики разместили. Потом он как раз после печатного дома, университета и тогда... И драматического театра. Тогда везде начинаем ставить... Сразу размещу, чтобы уже потом... Так, тут ещё три штуки. Шесть территорий. Вон, нефть видна, но пока обрабатывать не можно, потому что не открыли. Этот район производственным считается. 91 производство, охренеть. Но опять же, повторю, это не выглядит так много по сравнению с Бараем в предыдущей эпохе. Так, где у нас ещё тут? Хм. Друзья, где ещё тир... А, вот. Так, дуркури голзу. Семьдесят четыре. Семьдесят три. Семьдесят один. То есть, и это будет плюс... Ну, тут будет очень... Когда я все эти районы построю, будет очень большой плюс к загрязнению. Прям даже хочется, чтобы это произошло. Просто посмотрите, как оно будет влиять. Так, в керме. Девяносто четыре. Восемьдесят... У керма там под две тысячи, мне кажется, производство должно быть. В итоге... Всё. Всё везде расставили. Посмотрим, что будет делать с загрязнением. Тем не менее, считаю, что цивики всё равно как-то очень странно у меня открываются. Ну, социальные политики, скажем так. Так, там нету нормального описания, что они должны давать. Нет. Видимо, всё-таки нормальная... Когда вот полностью за... За... Моенная поддержка по умолчанию 45 за милитаризм. Так, а... Ну, это чисто... Вот вообще странно. Милитаризм, а уникальная способность на защиту получается. То есть, вы выбираете город... Но... Почему подсказка не вылазит? И за шесть населения получаем... Рукопашников. Мне кажется, немножко это странный бонус. Честно говоря... Ну, вот тут мне, конечно, нападать надо на зелёного, повоевать. Сделать его вассалом. Самый отстающий тут. Тысяча триста. Ну да. Я уже на две тысячи очков опережаю второе место. По славе. Так, я на чар тут добежал. Никого у нас тут... Апгрейдить нету? Нету. Значит, продолжаем. Изучена технология энциклопедия. Снижает затраты на социальные институты. Это, конечно, здорово. Только у меня социальных институтов невозможно принимать никак. И академия. Ну, опять же, академию потом уже будем строить после... В аварисе, кстати, поляки год и закончили войну. В аварисе уменьшается население. То есть она за один ход растёт, а потом... Давайте мы, наверное, ещё одну... Ферму поставим. Вот сюда. После... Да даже не после, сразу давайте. Чё тут? Чтоб не уменьшалось население. Тут, кстати, уже по максимуму вообще 48-48. Слушайте, а можно как-то увеличить... Лимит? Я тут, конечно, расту как не в себя. Нет, похоже... Похоже, нельзя. Событие. Представительное правительство. Представительское правление, наверное, имелось в виду. Уже несколько столетий Дуркури Галзу является частью вашей империи. Однако в плане культуры и традиций горожане весьма самобытны, что за долгие годы не раз порождало как празднества, так и конфликты. В последнее время некоторые учёные мужи города заговорили о представительном правительстве. Новые времена требуют новых идей лидеров, которые умеют к ним адаптироваться. Из-за этого некоторые, особенно дерзкие диссиденты, клеймят наше правительство колониалистами, намеренно подавлявшими их народ. Какой будет ваш ответ? Интересно. Мы же их не захватили, кстати. Вот Аварис мы захватили, а Дуркури Галзу мы ассимилировали с помощью культуры. Так, реформы. Пусть народом города Дуркури Галзу. Те, кого они считают своими переменами, могут Дуркури обойтись. Так будет правильно. Минус 200. Тут ликование. Ну, там стабильность и так. Надо создать независимую группу экспертов для исследования проблемы. Это утихомирить диссидентов на ближайшее будущее. Давайте вот инвестиции, мне кажется. Научный подход. Он и по прогрессу больше идет. И вообще мне как-то ближе. Так. Пища плюс пять. А тут мы вообще в центре так и остаемся. Ну, это вот, конечно, на науку должно вести. А тут у нас либо деньги, либо промышленность. Тут я бы, конечно, в коллективизм пошел. В дальнейшем. Так, плывем. Подходим. Торговый путь заблокирован. Ну, там где-то войны идут просто. Давайте вообще опять проверим по торговле, что у нас. Здравствуйте, Соберин. Ты с вами? Или против меня? Ммм. Почему ты здесь? Во, можно объявить войну. Так, начинаем войну с зеленым. Соберин. Ммм. Все куплено. Как ты делаешь, парень? Так, коричневый стал сезереном желтых. То есть, желтый теперь вассал и коричневого. В общем, с желтым можно не торговать, потому что все... Что за кризис? А, опять... Война с моим союзником. То есть, вот это я отвергаю, а оно опять появляется. Очень странная штука. Ну, ладно. Так, ну что? Тут пошли лалубан. Сразу захватим, я думаю. Даже нету смысла. У меня все стреляющие. То есть, тут все могут в город заходить. Так что пойдем на приступ сразу. Так, вот это вот сюда эти стрель... А, подожди, у них не должно никого быть. Никто не должен им... Давайте я так, наверное, поставлю. Этот потом подойдет, я думаю. Просто ваншоты будут сейчас. Так, сюда подходим, ваншотаем. Он отсюда не стрелял, потому что вот этим стреляющим не должно никого быть на... Там, где огонь идет, понимаете? Это, наверное, зайду. Когда вы заходите в стену, вы теряете ход. Но я думаю, что нам тут они ничего уже не сделают. Так, а этим... Это, наверное, вот сюда встану и... А, блин, уже все. Тогда сюда встану. И не буду атаковать. Но в следующем ходу он тут уж все закончится. По-моему, зеленое какое-то подкрепление привели. Да, нету, вроде. Так, смотрите, три звезды же. Это максимум. А еще и бонус... К боевой мощи при осаде. Это у Янычара именно. Кайф. Мне кажется, я тут закончил ход, потому что в зону контроля встал. Ну, заканчиваем. Три-четыре. Закончили осаду. Как там у него желание войны? О, Беловежская пуща нашлась. Ну-ка. Я должен увидеть Беловежскую пущу. Где она? Вот эта, что ли? Да. Белый аист летит. Очень похоже, да. Типично. Так, давайте, может, зубров увидим? Нет? Ну, похоже. Ну, там несколько торговых путей заблокировано из-за войны. Я думаю, это... Я думаю, это... Так, Кнос, наверное, надо еще. Где мы вообще еще армия. Так, этот захватил. Это далековато. Это далековато. В дурку Регалзу. Пошли к Неаполю. Пошли к Неаполю скифскому. Так, эти походили. Так, эти походили. Этот ходит. Вот эту еще армию. Давайте потихоньку подводить тоже. Пока сюда. Так, ну и вообще вот отсюда могут набежать сейчас. Что не очень приятно. Нердополис. Ачивка Нердополис за тысячу науки в каком-то из городов за один ход. И звезду строительства уже получили. Поляки разрывают договор. В религии обычно... Получают выгоду от соседства с другими. Это где интересно? Так, чудо света я сейчас присвою. Ага, Лалубан. 15 науки. Научный прорыв. Ахамениды стали ганцами. В Напатии голодают. Подожди, Абарьянцы-то где? Это вот здесь. Уже тут население появилось. Хотя еще даже он типа не установлен. Так. Поляки ко мне враждебно относятся почему-то. Интересно. Мы главный виновник загрязнения. Ну, мы вообще единственный, скажем так, виновник. У них какие-то значительные претензии к нам. Но правда, мы так как мы намного сильнее, то... А, вот где переключаться между ними, чтобы не переходить никуда. Черт, наконец-то. Так, я хочу посмотреть. Не стала ли снижаться у меня стабильность? Нет. Не стала. Так, ну и как бы... Как нам увидеть загрязнение? А, вот оно. Общее загрязнение 50. Главный виновник немцы. Уровень 0. Ну вот, короче, вот загрязнение. Пошли, пока я не знаю, к чему это приведет. Но загрязнение идут. Так, кого нам тут дальше? Что нам тут дальше? Какие у него города вообще остались? Кнос, Мекены и Куриес, да? А, ну и Неапольский. Ну, к Неаполю-Скифскому вот эти ребята у меня идут. Я думаю, что мне этой армии хватит для захвата. Тем более, тут намного 164 на 162. Ну, давайте все равно попробуем, потому что тут только крестьяне. Тут уже не так легко должно быть. А какая у нас дальность у арки Бузиров? Четыре. Тогда я сюда встану, сюда их приведу. Дальше у слоников какая дальность? Три. Ну, пускай так стоят. И коня вот сюда, наверное, а этот здесь пускай стоит. Цель запрет... Блин, он уже, считается, походил. Ну, они за стенами, видите, находятся. Конем я не могу. Давайте я вот сюда прискочу. Хочу тут увидеть всех. То есть мне вот надо, чтобы захватить город, вот этот флаг захватить, понимаете? Мне входить где-то тут надо. Поэтому пока как-то так. А конем я не могу сюда входить, потому что верховые юниты без осады, без ломания стен. Посмотрим. Так, подождите, я что могу еще раз стрелять? Или он после стрельбы может ходить? А, да, может переместиться на полную дальность после атаки. Нет, стоим. Вот это они зря, конечно, из границ выходят города. С другой стороны пытаются тот юнит, который может их захватить, убить, как прокачался. Сейчас я его просто спасать буду. Так, во-первых, у нас вот этот парень есть. Блин. Зря, надо было... Ладно, этим сюда-то идем. 30, 37. Этого давайте убивать. Тут надо как-то так встать вот сюда, чтобы была зона контроля, и до того юниты не добрались. Как видите, бой может длиться 3 хода. Ну, зря, конечно, христиане из стен выходят. Просто один юнит остался. Все. Захват города только благодаря тому, что юниты повыходили из стен. Это надо будет разработчикам фиксить. Я считаю, что вообще ополченцы не должны за стены выходить. Так, вот этим армии к носу, наверное. Или к столице уже пойдем. Тут у меня армия-то идет... О, у меня идет тут армия? Да, к носу в любом случае. Поэтому этими давайте к Микенам. Так, 4 хода. А с этой стороны... В общем, здесь надо идти. Что-то два города потеряно. А они как-то не собираются сдаваться пока. Научный метод. Стандартизированная система мер. Научный квартал изменяет стоимость промышленности на 20%. Хм. Фабрика удобрений. Плюс 10% пищи. Для этого электричество нужно, видите? И симпозиум. Плюс 5 наука. Но это проект. Это типа проект. Это не здание. Так, это опять в Лалубане нам науку дают. Это влияние соседних, я так понимаю, стран на этот город. Если он отстает по науке именно. Вот эти дают события. И до сих пор не понимаю, почему я в нападе не могу мануфактуру на мрамор построить. четыре источника у меня. Меценатство. У меня даже двух достаточно, которых у меня на территории есть. Почему? и это к нападе же относится, да, территория? Так, уже 110. Пока нулевой уровень. То есть, видимо, это как-то накапливается и потом на какой-то уровень загрязнения переходит. Добавим академию. Добавим академию. И мануфактуру. В Дуркури Галзу тоже академия и мануфактура. Так, неапольский, скифский. Ничего там не делаем. В Керме академия. Мануфактура. В Ашуре академия. Мануфактура. Ну, пойдем потихоньку к Урису, наверное. Так, а этот у нас к Носу. Идет Отряд Че там следующее? Паровой двигатель. Электричество как раз откроет. Но это надо будет и железная дорога еще откроется. О. Монголы проход контролировать. И здесь, здесь и здесь. Причем этот тоже сможет стрелять, потому что этот ниже находится. ваншот. Ваншот. Этими постоим. Ну, они попытались. Блин. Третьего уровня янычары уже сразу прокачаны, конечно. Так круто. Не хожу этим, потому что хочу другие юниты уже прокачивать. Звезда воинственности. Звезда воинственности. Так, кстати, надо чудеса присвоить. Смотрим. Статуя свободы. Плюс 20 стабильности на объект империя. Деньги за количество территории в вашей сфере влияния. Плюс один процент. То есть, в моем случае у меня территорий там 30, наверное. То есть, грубо говоря, плюс 30 процентов денег на все города и плюс 30 процентов науки. Интересно. Биг Бен. За каждый союз плюс 10 процентов. Ну, союз я сейчас не буду заключать, поэтому, наверное, можно пропустить. И все города, промышленность от населения. Выглядит пока статуя свободы интереснее, потому что она и на деньги, и на науку в процентах. Но, в принципе, я бы и следующую Эфелеву башню тоже присвоил. То есть, надо статую свободы начать строить. Ну, просто в очередь. Так, она ведь и на побережье ставится только. Давайте вот тут. Так, ваш Шуря. Добавим в очередь в Аварисе. В очередь в Дуркури Галзу. В очередь. В очередь, сукины дети. В очередь и, наконец, в Напати. не спешим не спешим с всеми этими чудесами. Так, где мы здесь? Надо поисследовать пока острова, пока непонятно, где я тут хочу. И морские отряды я пока не могу апгрейдить. еще выгода. каждый ход по 15 науки я в лулубане получаю. Ну, это прикольно. Это к тому, что вот, когда вы будете играть, например, отставать по науке, то вот эти бонусы, то есть, по идее, компьютер сменяет эти бонусы, получает, потому что он отстает по науке. То есть, этот бонус из-за того, что город соседствует с каким-то более развитыми городами. Возграбят? Вау. А откуда они вообще взялись? Безразличие, молодость, независимый народ, авары. Так, а откуда они вообще? Даже никаких граней. Ну, это вот хреново, конечно, там город хотел делать. Жаль. Я не могу помешать им на самом деле. Так, ну, я думаю, надо нападать. Вот тут проблемно будет взять, потому что во-первых, надо с этой стороны нападать. Вот тоже приятно. Тут надо придумывать, с какой стороны надо нападать на города. продумывать. Я просто нападу, потому что я думаю, что я и так, и так возьму. Тут каждый вопрос, будет ли он выходить на улицу погулять своими юнитами. ну, правильно, что эти мне, именно надо давайте сюда проскачем. этот ниже находится, поэтому больше урона и... вот они зря, конечно, лезут очень зря сами. а вот тут он неприятненько встал. Так, добавляем юнит. Добиваем. вообще могут мне и аркибузеры убить, конечно. Надеюсь, как-нибудь на коня отвлечь. Этим постоим здесь. Убились. Да, меня сейчас убьют, мушкетера. Но, таким образом, он проиграл битву, получается. Потому что я просто сейчас этого убью. Кстати, а вот странно, почему я не могу в него выстрелить? Я тут выше нахожусь, по идее, я должен его видеть. Ладно, давайте отсюда выстрелю. А, но у меня ход закончился. Тоже не очень пока понимаю, почему вот здесь перемещение, тут нету никаких рек, ничего, почему я заканчиваю ход. Ну, а на этим я не могу нападать. Если он сейчас еще будет на рыцаря нападать, то это будет вообще фейл. Ну, да. И взял, закончил ход вместо того, чтобы на... А, нет, продолжится еще следующим ходом. То есть, где-то еще один есть чувак, получается. Так, этими мы шли к Микенам, я так помню. интересно, на какой отметке следующий уровень загрязнения появится. паровой двигатель открыли. Теперь ремесленный квартал изменяет стоимость на минус 20%. генеральный план колонии. Теперь можно город с большим набором построенной инфраструктуры. Уголь открывается и железнодорожный вокзал. Значит, он повышает загрязнение. Промышленность за каждое соседство с объектом плюс строит рельсы в направлении соседних станций. рельсы позволяют мгновенно перемещаться между станциями, при этом тратится одно очко перемещения. На каждой территории можно построить только одну станцию. Ну, во-первых, надо уголь добавить, а во-вторых, собственно, железнодорожные вокзалы строить. Ну, потому что меня тут беспорядки не интересует. Потом будем разбираться. Так, закончим захват города. Где тут юнит? так, странно. А, у него, смотрите, вот рельефа вон участвует в битве. Ну, это прикол. Интересно, я, может, неправильно сделал, может, надо было нет, убиваю. Я думал, может, надо стоит зайти, тогда было бы быстрее, типа себе флаг захватил. Но нет, я убиваю тререму и и к нос захвачен. У него, собственно, два города. Он еще не хочет тут. Он, видимо, столицу захватить, и он точно сдастся. А столицу тут легко захватывать, опять же. вообще никакой армии нету. Так, наверх вот этих расставляем с тремя. А этих сюда. А этого сзади держу, чтобы его не убили. Так, давайте. Понеслась. Ваншот. Ваншот. Ну эти послабее, видите, просто архибузиры послабее работают этих Янычар. Ну Янычар просто у них бонус за атаку города. А! А! просто убился. Да, это вообще изи. Захвачен, захвачена столица, звезда за убийство. Я думаю, что очень быстро мы сейчас выйдем в следующую эпоху, ребята. Что тут еще у чувака? Не в один город остался. Который я, в принципе, могу сейчас захватить. Да, просто зеленый. надо было раньше его вассалом делать. Наверное, где-то здесь селиться. One true face ачивка. Это, видимо, моя религия распространена на весь мир абсолютно. То есть вся, весь мир сейчас в лишаизме. Смотрим. Ну, заселенные территории, естественно, все равно. нет, смотрите. Вон есть синенькие еще. Наверное, на все континенты имеется. Острова не считаются, просто на все континенты распространено. Или это, или это не город, знаете, это, видимо, поселение просто, аванпост. кайф. Сейчас бы религии победил, если бы она тут была подобная. Ну, 15 ломки, конечно, для меня это ничто, потому что у меня 3700 вход. тем не менее, науку-то собрать надо. Победа близка. в краю слепых малая часть людей страдает слепотой от рождения. Но в переполненных трущобах, которыми славится аварис, оспа ослепляет куда больше народу. И вот некий профессор из местного университета утверждает, что строительство школы для слепых поможет несчастным обрести душевный покой. Что вы скажете? Конечно, будем основывать школу. Почему это минус к стабильности дает, правда, непонятно. Просто стоим лечимся здесь. Давайте высажусь. Блин, и тут вон плавают. Черт. Не дадут мне, короче, пираты на островах города основать, видимо. так, куриц захватываем. Стороны равны написано, но на самом деле, конечно, это совсем не так. Да, наверное, так и поставлю. не знаю, почему не до мушкетера лезут. О, вот этого надо сейчас будет конем добить. Да, мушкетера надо будет спасать, чтобы не убило. Так, куда мне лучше? Наверное, мушкетера так мы уберем. Конем проатакуем вот так, чтобы зона контроля была. и слоном убьем вот этого. Отлично. Ну, недоработка искусственного интеллекта, что они вылазят за стены. иначе бы я это все намного дольше делал. А так, в общем-то, захват города только благодаря тому, что он повылазил за стены. Так, все, мы можем принудить. А, нет, не можем пока. Наверное, следующим ходом будет 210 загрязнения. Вау. Так, а что мы тут можем еще в городах? Что-то новое появилось? сказал, просто появилось. Нет, наверное, нет. А, да, я хотел задорожные вокзалы организовать. Давайте глянем. Вот здесь поставим. и в керме. Да, и надо еще уголь. Ну, игра предлагает здесь, но я бы... Там есть определенное расстояние, через которое не дотянется иначе. Давайте я вот здесь лучше поставлю. Так, и где у нас уголь вообще? Вот уголь. Давайте сразу после академии обработаю. Там просто некоторые здания уже с углем начинают больше производства давать. Так, тут уголь у черного. Вот еще уголь. уголь... Кажись, все, да? Вот, около кно... Но кноса я, может быть, отдам, так что не буду пока тут ничего делать. в этих оккупированных ничего не могу. Так, тут вылечились. Но я бы в сторону черного где-нибудь размещал войска на всякий пожарный. Мы зеленого делаем вассалом. Потом, возможно, черного будем добивать. Строительство. Две строительства, два нападения. Так, победа в войне близка. Так, ну, во-первых, у он вассалом становится, так. Что мы еще? Может, кнос все-таки затребовать? А, ну, тогда он вассалом не становится, да? Ну, ладно, давайте лучше вассалом его сделаем. Не хочу я там всеми этими территориями управлять. И неаполь скифский он отдаст просто. колча волчур получил. Культуру мультур. Я так понимаю, что и культура типа на все распространена получается, или как? Не знаю, правда, нафига мне неапольс скифский. Куда мне его развивать? Кстати, фабрику удобрений тоже можно построить. Но это я не мог строить до того, как, так, ну, в любом случае, амбар. Пока тут река есть вообще. Небольшая, но есть. Ладно, давайте так, пока сделаем. Нельзя кроме деньги тратить 54 с полной тысячи. 3, 8. Давайте здесь. Так, там он продолжает грабить, да, но я ничего не могу сделать. Ну, кстати, сейчас можно войска туда отправить. Где меня тут шли? Вот, вот эти войска. Давайте-ка отправим с варварами разбираться. Они еще сюда потом поплывут. Так, добавим, между прочим, где тут эта фабрика удобрений. варварами. там уже будем разбираться так а вот эту армию уже ближе к черному поведем и эту армию тоже эту кстати можно в неаполискивском держать пропеллер изучен китобойный промысел пища на прибрежных водах и в озерах но этого точно в керме надо строить оптовые торговцы рыбой парохода фрегат и броненосец броненосец три угля требует так в керме мы добавляем вот этот китобойный промысел и наверное еще в напате надо хотя в напате ну тут есть выход к морю тут тоже давайте так теперь вопрос нету ли у меня возможности апгрейдить юниты есть в парохода фрегат апм и поплыли разбираться со всеми апм и поплыли разбираться там с этими варварами а где у меня еще может я успею так его я не могу напасть без без высаживания есть все три штуки у меня их да новая претензия не откажусь мне не нужен еще город мне кажется интересно а к зеленому у меня есть какие-нибудь нет вот жалко что вас лететь и нету никаких дипломатических действий ну вряд ли мне может войну объявить как и фиолетовые у меня два вассала так а это это город и тут город ну и как бы вот это вот эти территории мне у зеленого забрать в самом деле они были бы в тему мне так сколько тут ходов 1 а я даже не успею доплыть к сожалению а слушайте может тут можно напасть все таки нет нет нельзя ну жалко что морскими нельзя нападать на наземные когда они ну то есть по идее то их можно обстреливать то есть я могу напасть только только наземным юнитом каким-то и тогда будет морской участвовать в битве но по моему правильнее было бы чтобы и морскими в данном случае можно было нападать я вполне мог бы убить там кучу юнитов чтобы найти откуда-нибудь сюда приплыли наверно туда он вверх поплыву тут возможно какие-то острова будут так здесь мы стоим монголы только сейчас в средневековье перешли и не отказались от своих но это мой вассал ребята ирокезы в индустриализацию и персами стали окей переход хода еще происходит интересно что там почему а вот я помню был были такие подвисания в open dave тоже новое деяние чудо байкал кем-то другим открыто надо кстати сейчас по торговым путям будет пройтись вас разграбили и он взялся куда-то что за фигня что за колдунство такое просто разграбили и пропали но вот куда не могли уплыть они даже не могли уплыть в принципе что за прикол хотя может они где-нибудь тут в облаках этих не видны может такое быть искусство разоблачение новый социальный институт наконец-то технология набора посредством подвижных литр стала настоящим прорывом литер однако при всей ее полезности она несет в себе и опасность для действующей власти говоря печатному прессу стало куда легче распространять идеи как полезные так и опасные движущей силы печатной революции выступают люди искусства если бы еще объясняли в как в какой момент ну то есть из-за чего она открывается ну конечно надо свободное искусство что с ремесленных кварталов дофига торгов я вообще по-моему нету что вот это принимаем искусство нельзя затыкать и ослеплять мудрые слова эти как тут пароходик выглядит красиво не реально просто разграбили исчезли это легально я хотел догнать и наказать а в итоге в итоге ничего у нас уже науки 3 800 в аварисе снизилась в дурку ригозлу снизилась ну не хочу это сейчас заниматься ростом городов вот эти вот следующим ходом статуя свободы построится сразу забьем наверное эйфелеву башню не ну это прикол просто взяли исчезли а Мне кажется, в этих туманах Можно будет прятаться От флота противника В сетевых партиях Или тут поисследовать Потом, наверное, сюда посмотрим Что там у меня корабли и так доплывут Увидим, что там Проложен первый железнодорожный путь Между двумя станциями Связь между далекими землями Перевозка грузов и пассажиров На неслыханных скоростях Надеюсь, вагон-ресторан хорошо оснащен Можем нефть добывать Видите, мы можем добывать Только если у нас есть уголь Тоже прикол, да? Можно присвоить новое чудо Эйфелеву башню О, слушайте, он Биг Бен уже занял Забил Не успеваю я все чудеса Так, я хочу, во-первых, на железнодорожный путь посмотреть Так, вот станция Нет, это станция Нет, это коксовый завод Вот станция, да? Да Что-то я не вижу же Или это вот Не, это просто дорога А где железная дорога? Или это просто станция первая? Вот, мне только еще строится она Да, это нет еще Просто это первая железнодорожная станция Пока что Так, Эйфелева башня Во всех городах Население плюс один Так что можно в любом городе ставить Поставим в керме Где она будет красиво выглядеть у нас Вот здесь давайте Да, кстати Тут политики у меня не стоят почему-то О Экспертная политика Так, где мы можем нефть еще добывать? Такой вопрос Вот Это у нас к аварису относится Ставим в очередь Это нефть По-моему, кашуру Есть И вот еще одна Так, ну нефти у меня дофига Ну как дофига? Три Не то чтобы дофига Вообще хватит Может давайте на автомат Автоисследование поставим здесь И здесь А вот этим я вниз поплыву Хотя у меня там тоже Не, там плывет Вот этим я здесь буду исследовать Не, карта Мне, кстати, нравится С величиной Вообще всем, что происходит Но это самая большая Это самая большая Мне по нраву Так Что с торговлей у нас? Благовоние Нету известного пути Интересно А ведь они перепродают это Глядя тому, что они торговцы Так можно делать Фига Тут все Все надо заново покупать Но у меня 60 тысяч денег Я думаю, что Не страшно Немножко потратиться Это видимо Из-за войны с зеленым Много Караванов было Порушено Мрамор Мрамор Так, серебро О! Сейчас посмотрим Могу ли я сейчас на серебре Поставить Или там больше Надо будет Штук Одно серебро У меня есть Могу ли я Мануфактуру На серебре Сделать Нужно мне Лиселитра Ладно, купим Железо Это точно На что-то Дает Вроде Бонус А, пока Кризис Их требование Сдаться Империи Монголов Прикол Ух ты По тысяче Прям торговые Пути По воде Хоть и Блин Не поменялось Почему-то Почему не меняется Это Возвращается Обратно Прикол Что-то Они подавлены То есть Они меня не любят Но и сделать Ничего не могут Видимо Но Доверие Быстро Улучшается Написано И наконец Сальмеками Ну я сейчас Так нормально Потратил денег На торговлю На восстановление То есть 20 тысяч Получается Я вам хочу сказать Не слабенькое Не слабенькое Вообще О Построили Железную дорогу Между двумя Городами Вот Теперь я хочу Посмотреть На эти Железные Дороги Да Есть Интересно Поезда Чучухают Тут или нет Все Вот видите Она так идет Вот через город Через Под центральной Площади И сюда Так Ну Надо Додумать Давайте В аварисе Продумать Как их Проложить Здесь Да Тут нормально Дойдет Давайте Сюда И В дурку Регалзу Теперь Минус Два Производства Я бы Вот сюда Поставил Я думаю Должно Дотянуться Так В напати Надо Тоже Просто Железная Дорога Между Городами Тут Я предлагаю Самый Большой Выхлоп Но Мне Надо Не Самый Большой Выхлоп А Чтоб Городу Подходило Минус Десять К Еде Будет Давайте Наверное Вот сюда Поставлю Как-то Просто Появились Варвары И никуда Исчезли Откуда Их Теперь Можно Ожидать Вообще Электричество Угольные Электростанции Все Кварталы Начнут Больше Да Так Они Начали Работать Или Че Угольный Завод Специальные Электростанции Продают Электричество Отжигания Угля Чем Приносят Пользу Для Всех Особенно Для Природы А Знаете Что Изменяет Стоимость На Минус 2 То есть Его Создание За Производство Меньше Электричество Тоже Очки Эпохи Так Ну Электростанции Как-то Появились Или Они Автоматом Начинают Во Серебряную Мануфактуру Могу Ставить Реально Могу Ставить Так Ну Это После Добычи Всего Это После Эйфелевой Башни Электростанции Не вижу В Во вкладке Может оно Автоматом Начинает Работать Уровень Загрязнения Все еще Нулевой Типа И Все еще Не понимаю Почему В Напате Не могу Она Даже Не появляется Что-то Мануфактура На Вот Эту На Мрамор Хотя Написано Что Требуется Два Из Четырех А у Меня Их Четыре Так Тут Походу Островов Не Будет Хотя За Кругосветку Вообще Что-то Дадут Вы Сегодня Оказываетесь Выше Всех Остальных И навсегда Войдете В число Великих Лидеров Спасибо Спасибо Умеют Поддержать По-моему Должно Быть В Деяниях Кругосветка Ко всем Видам Стратегических И драгоценных Ресурсов Континентальный Завоюте Каждый Континент Посмотрите Своё влияние На весь Континент Вот это Кстати Все еще Не сработало Давайте Глянем Сколько У нас Осталось До влияния Вот Одна Территория Вот Вторая Ну и Тут Вообще Очень Немножко Осталось До Выполнения Этого Деяния Составьте Карту Каждого Континента Ну вот Видите Надо Кстати Открыть Весь Континент Тоже Испытание Ядерного Оружия Еще у нас Впереди Запуск Спутника Слежения Еще Космическая Экспедиция Вау А вот Это Кстати Считается Что мы Вчетвером Ее Открыли Не знаю Каким образом Наверное Потому что Открытые Карты Были Типа То Что Они Видят То И Мы Видим И Вот Залив Холон Тоже Считается Чтобы Мы Втроем Открыли Так Станьте Обладателем Ядерного Оружия Завершите Проект О Слушайте А надо Проект Провести Это Оказывается Кругосветка Тоже Дает Этот Проект Оказывается Славу Дает Ну Ка В Керме Давайте Вообще Это Четыре Хода Я Так Понял Что Это Навсегда Эффект Пять Науки Навсегда А не Одномоментно То есть В принципе Можно Вот эти Проекты Проводить Вот У меня Где-то Там Не Хватало Еды Не Ну Проект Надо Сделать Только После Эфелевки Потому что Эфелевка Много Производства Даст Лимит Населения 58 Население Уже 74 Это Какой-то Штраф Вообще К еде Дает Я не знаю У меня Превышен Лимит Населения Вообще Без Проблем Так Ну Пора Самолетики Делать Я думаю Так Истребители Патрульный Отряд ВВС Для Обзора Карты Уничтожения Авиации Противника Также Можно Нанести Тар По наземным Целям С ограниченной Эффективностью Ну Аэродромы В любом Случае Нужны Давайте В Ашуре Аэродром Вот здесь Поставлю И В Керме Вот здесь Потом Видите После всего Эффелева башня Два хода Давайте Уже На автоматическое Исследование Дальше Экран Технологий Надо Пока В этой Эре Все Открывать Что Нам Надо Тут Вообще Партизанская Война Стоимость Всех Допромышленных Отрядов Меньше Стабильность В оккупированных Беспроводной Телеграф Микробиология Больница Стабильность Заученых Давайте Посмотрим Все ли мы тут На науку Открыли Да Давайте На промышленность Блин Столько Столько Тех Еще С прошлого Осталось Так Ну Модернизация Пишет Микробиология Партизанская Война И городское Планета И все Это Тоже Почему То На Ну Это Типа Изменяет Стоимость Ладно Давайте Тоже Позиционную Войну Арту Откроем Заодно Что За События Кинематограф Ребята У нас Фильмы Уже Снимают Мы Можем По праву Гордиться Нашими Учеными И их Великими Известными На весь Мир Открытиями Недавно Инженеры Работающие Над Совершенствованием Конструкции Фотоаппаратов Сделали Потрясающее Открытие Оказывается Комбинируя Особым Образом Последовательность Изображений Можно Добиться Поистине Волшебного Эффекта Иллюзии Движения Многие Творческие Работники По всей Империи Быстро Осознали Потенциал Этой Технологии На Кинопленке Можно Запечатлевать Сюжеты Небывалой Изобразительной И эмоциональной Силы А образовательные Кинокартины Представляют собой Непревзойденные По своей Эффективности Учебные Материалы Для каких Целей Лучше всего Применить Эту удивительную Новую Технологию Для Развлечения Либо Для Передачи Знаний Давайте Для Развлечения Выберем Так Ну Видимо Закончим Ход Получена Звезда Эпохи Есть Возможность В Следующую Эру Переходить Но Пока Погодим Так Механизация Элеватор Пища На Земледельцев Ну Загрязнение Почему-то Добавляет Лесопилка Это Залез И Фабрика Ну Элеватор И фабрику Я бы Построил В городах Звезда Торговли В этот раз Конечно Экспансия И Культу Хотя Не знаю Я уже Там Так Культуры На Всех Влияю Так Ну Китобойный Здесь Маловато У нас Мне кажется Нету Смысла Здесь Китобойный Ставить А Элеватор Почему Недоступен Или Это Это Какой-то Район Почему Нету В этом Городе Например Элеватора Элеватор Запасы Зерна Третьего Уровня Возможно У меня там Запасов Зерна Второго Уровня Еще не Построено Нет Нет Пока Не будем Переходить В следующую Эпоху Нету Никакой Территории Так Эти войска У меня Плывут Сюда Будем Заново Ставить Полк Просто Стоит Семь чудес Построил За игру Видимо Ну Больше Пока чудес Нету В общем Реально Все Строится Опережая Уже На 3000 Очков Славы Так Нефть Добываем Тут Симпозиум Проводим В керме 2500 Еще Надо Где-то Наверное Тысячу Пищи Организовать Чтоб Капало И тысячу Денег Тоже Ачивки Получу Музыка Конечно Красивая В игре По моему Скромному Мнению Есть Излишки Соединена Ли Она Так Вот У нас Железная Дорога И я Не вижу Чтобы Отсюда Железная Дорога Шла Вы Видите Вот Вокзал Почему Нету Железной Дороги Видите Там Короче Опять же Нету В описании Но Там Определенное Расстояние Между вокзалами Должно быть Иначе Не будет Проложена Железная Дорога Вот видите Здесь Была Проложена Сколько Расстояния Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять На десятый Уже Нормально Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Уже много Короче Максимум Десять Клеток Видимо Поэтому Надо Где-то В этом Районе Еще Поставить Два Три Четыре Пять Шесть Ну Где-то Вот здесь Надо Ставить Сюда Я думаю И будет Как раз Железная Дорога Сюда И отсюда На эту Что-то Я вообще Вот этот Район Мимо Меня Торговый Район Мимо Меня В этой Игре Да Я Ничего То Не Понимаю Почему У меня Нет Элеватора А слушайте А может Это Проект Элеватор Нет Это Класс Зерна Уровень Я Видимо Что-то Не Открыл На Вот Этот Класс Зерна Да Вот Зернохранилище Еще Не Открыт Запас Зерна Зернохранилище Только Потом Элеватор Можно Будет Видите Так В дурку Регалзу Я тоже Поставил Железную Дорогу И явно Давайте Академию И Так Вон он там Стоит Да Три Четыре Пять Шесть Семь Ну где-то Вот тут По центру Надо Между Аварисом И Дурку Регалзу Сделать И Аэропорт Вот сюда Неаполь Скифский Маловато Фермеров Жизнь Так Что-то Получил Еще Какую-то Ачивку Не успел Посмотреть За что Может все Люксы Заполучивали Мануфактуры Катя Я там Строил Мануфактуру На серебро Заработала Она у меня Да Заработала Плюс Десять процентов Науки Ртуть Кстати Персы Смогли Мануфактуру Поставить Амбра Не у кого Папирус Не у кого Свинец Мой Жемчуг По идее Должны Либо поляки Либо альмики Строить Золото Не у кого Самоцветы У меня Чай Неизвестно Вот я не знаю Почему я не могу Мрабор Все каждый раз А Уже написано Что у персов Нет Нет Вру Неизвестно У кого Не знаю Почему не могу Их построить Так Микробиология Дешевле Фермерские Кварталы Население Меньше Потребляет Еды Массовая Вакцинация Стабильность Плюс И больницу Можно строить Име Так стабильности Так много Что Наверное Обойдусь Как-нибудь Так Где нам тут Лучше Поставить Город Интересно 8282 Наверное Так же Как и в прошлый раз 36 Не Вот тут 11 2 Да Сюда Ставим Там заодно Армии Постоим Чтобы он Не захватил Никто Так Ну что Тут Есть Железная Дорога Наконец Да Блин Нифига Вот сюда Идет Железная Дорога Видите Может Здесь Как бы 10 Не по прямой Получилось Блин 3 4 5 6 7 А тут Прохода Нету 7 8 Да Вот же Ж Блин Черт Побери Ну еще Значит Вот здесь Надо Ставить Железную Короче Я В нападе Мне пришлось 2 3 Вокзала Строить В итоге Одно Мне кажется Надо Переходить На следующую эпоху Или давайте Давайте Сам Или еще Сделаем Так Национальное Единство Природный Заповедник Можно Строить Призывной Пункт Таможенную Службу И Призывники Теперь У нас Есть Это Ополчение В городе Я так Понимаю Ну что В нападе Я наконец Железную Дорогу Проложил Да Вот идет Железная Дорога И тут Дальше Железная Дорога Так Там Что-то Не вижу Пока Могу Потребовать Репарацию Ой Да Ладно Давайте Еще раз Полюбуемся На Мировую Религию Реально Просто Все Забито И Нашей Культурой Как Смотрите Все Континенты Все Континенты Я сделал Уже Аэропорт Так Я понимаю Время Самолетиков Две Штучки И Две Подлодки Пожалуй Сделаю В аварисе Так А где тут Вокзал Или я тут Не делал Вокзал По какой-то Причине Не Вот здесь Я сделал Где он Только Я чуть Не вижу А Вот он Вот Вокзал Есть Железная Дорога К нему Есть Железная А от Авариса Туда Нету Но тут Я поставил В дурку Регалзу Да Ладно Китобойный Промысел Мне тут Кажется Маленький Хотя Тут В принципе Много Будет Кстати И в Ашуре Тогда Можно Ладно Давайте Здесь Китобойный Промысел Поставим Угольный Завод Может И в этом Городе Симпозиум Провести Можно Еще Деревни Строить Кстати Вместо Того Чтобы Вот эти Фермерские Можно Просто Деревни Еще Поставить Почему Они В любом Месте Ставятся А Ну Они Добавляют Так А игра Не подскажет Где Побольше Добавляет О 18 И 5 Так Значит В Ашуре Тогда Китобойный Промысел И Домик В Напате Китобойный Я по-моему Построил Фабрику Давайте Три Вокзала Пришлось Строить Блин Так Ну Давайте Примем Следующий Тут Уже Возьму Советский Союз Просто Потому Что Хочу Оружейная Фабрика Тоже Неплохо Краснопроизводство Что Они Тут Еще Делают Отряд Изменяет Стоимость Отряды Дешевле Стоит Ну и Танк Красной Армии Значок Советского Союза Подтвердить Пейс Сеттер Это Достижение Шестой Эпохи Далее Чудо Следующим Ходом Уже Будем Присваивать В общем На этом Даже Для Спонсоров Канала Пока Контент Заканчивается Сейчас Оход Только Закончу О Сразу Две Подводных Лодки Дают А че Это Так Нам бы Вообще Континент Ладно Я ее На автомат Их Поставлю Хай Автомат Исследует Потому Что До 16 Августа Сейчас Вам Конкретно Скажу До Какого Времени Я Конечно Сейчас Продолжу Записывать Прохождение Но Как Вы Понимаете Никакого Сейчас Аватар Аватар Создавать Это Уже Все В следующей Серии Будет И Для Спонсоров Тоже Я думаю Что Спонсоры Получается Это Уже Восьмая Серия Восьмая Серия И Спонсоры Ее Увидят То ли В четверг То ли В пятницу В зависимости Как она Загрузится Ну а Дальше Для них Извините Только 16 Августа К сожалению Такие Условия От Разработчиков Начну Следующий Ход Но На этом Все Как я и сказал Продолжение Будет 16 Августа В 17.00 По Московскому Времени Играйте В умные игры Не забывайте Клипы Пожалуйста Делать Этого Прохождения Такого Ну Интересной Особенностью Хьюманкайда Что ли Знаете Не прикольные Монеты Что-то Интересное Такое Чтобы Можно Было Из этого Такое Мини Видео Общего Прохождения Собрать Ну Мне нравится По моему Очень все Неплохо Впечатление Конечно Как всегда В комментариях На этом Все Всем пока Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот Кто сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу попросить Вас поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со своими Друзьями Или Социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На Которые Вы Видите Сейчас На Своем Экране Играйте В умные Игры И Всем пока Продолжение следует Продолжение следует